Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Чтение книги к истинному православию Игнатия Тихоновича Лапкина о молитве, часть 2. Поклон совершать глубокий. Если поклон поясной, то наклон тела должен быть такой, что если отпустить руку, то она могла бы коснуться пола. Земной поклон, когда руки, колено и голова касаются земли. Говоря о внешней форме молитвы, необходимо помнить, что наиглавнейшее – молиться Духом. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Книга Откровений, 5 глава, 8 стих. «Если о чем добром начал молиться, молись непрестанно». Впрочем, близок всему конец. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Первое послание Петра, 4 глава, 7 стих. «Со слезами». «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». Послание к евреям, 5 глава, 7 стих. «Если уже на молитве вспомним, что на кого-то имеем что-то, что-то следует простить тот час. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. «И пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. «Женский пол да прикрывает голову платком». Цитата. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь... Посему и жена должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Первое послание к Коринфянам. 11 глава, стоите по 10 стих. А голова мужа должна быть открыта. Цитата. Каждый день являет нам бесчисленные благодеяния. Желаем мы того или не желаем. Знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное. Чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Иоанн Златоуст. Цитата. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божье и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все. За всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы. Явное или неявное. За всякое доброе деяние или подвиг. За всякую победу над врагами нашего спасения. Как нам заповедано. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5 глава 18 стих. Позабося же возгревать в себе чувство благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божье благодеяние, в числе которых и самый сон. Преподобный Никодим Святогорец. Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога и Ему воздавай благодарность. Ава Исаия. Принесите смертные благодарения Сыду, избавившему нас от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустил Сават, извел умерших из гробов. Кто в состоянии воздать ему за благость его к нашему смертному роду? Ефрем Сирин. Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало ли бы положить все за Господа? Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного его благодеяния. Хочешь ли знать, как нужно выражать благодарность? Исповедать свои согрешения и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. Случится ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится. Мы не знаем, что нам полезно в той мере, в какой Бог знает, следовательно. Получили или не получили, мы должны благодарить. Иоанн Златоуст. Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути богоугождения. Симеон Новый Богослов. Следствие молитвы – то, что мы пребываем с Богом. А кто с Богом, тот далек от его противника. Григорий Низкий. Молитву делают успешнее не голые слова, но добрые дела. Иоанн Златоуст. Милосердие к ближнему и смирение перед ними в совокупности с чистотой сердца составляют основание силы молитвы. Желающие заняться подвигом молитвы. Прежде, нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причиняющему тебе, какое бы то ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних. Намереваясь принести Богу молитву, отверни все помышления и попечения земные. Перед молитвой покоди в сердце твоем, фимиам, страх Божия и святого благоговения. Постарайся умилостивить судью смирением. Молитву должно совершать с верою, основать ее должно на незлобе. Приготовлением к молитве служат неприсыщенное чрево, отсечение попечения мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, Благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх. Расположение души наиболее сообразуется с положением тел. 1. Ноги держать вместе, не переступать, не подгибать колен, руки или скрещены на груди, или опущены вниз, но не сзади. 1. Первые христиане молились крестообразно, простирая руки, или в таком же положении распростершись на земле, в подобающем месте, не облокачиваться, не опираться на что-либо, глаза устремлены вверх, вперед или вниз, но не блуждают, не озираться. 2. Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвляющее нас для мира и для самих себя. 3. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. 4. Стой на молитве Твоей, как бы Ты стоял перед самим Богом, епископ Игнатий Бринчанинов. 5. Христос дал нам образец молитвы, научая нас, что быть услышанным Богом зависит не от множества слов, а от бдительности души. 6. Говорят, могу молиться и дома. Ты сам себя обманываешь, друг мой. Правда, ты можешь дома молиться, но не можешь молиться так, как в церкви, где собрано столько отцов, где возносится к Богу единодушный глаз. 7. Ты не можешь так возносить молитву, когда один станешь призывать Господа, как можешь возносить ее, когда стоишь вместе с братьями, ибо здесь есть нечто большее – единение многих – союз любви, молитвы и священников. 8. Для того и поставлены священники, чтобы молитвы народа, которые могут быть слабыми, соединяя с более сильными, возносить на небо. 9. Преклони колени, воздыхай, моли Господа Твоего быть милостивым к Тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами, когда Ты время отдыха делаешь временем плача. 10. Великое дело среди глубокой ночи, когда спят все люди, звери и скот, когда господствует величайшая тишина, тебе одному бодрствовать и дерзновенно беседовать с ладыкой. 11. Ночные слезы лучше всякой росы. Если душа не будет питаться этой росой, то будет сожигаться во время дня. 12. Получим ли просимое? Не получим ли? Будем настойчивы в своем прошении и будем благодарить не только в случае успеха, но и в случае неуспеха. 13. Многие и тайно, молясь дома, делают это для того, чтобы понравиться людям, блаженный Фефилакт. 14. Как не согреется дом дымом без огня, так и та молитва бесцерковная, ибо церковь называется земным небом. 15. И такое страшное и грозное и преславное чудо Божие, каким является церковное богослужение, вы хотите заменить домашним своим пением. 15. Святой Алексий, митрополит Московский. 16. Не оставляй молитвенное правило, чтобы не впасть в руки врагов твоих, Алва Исаия. 16. Наблюдая установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвернуться за это суду. 16. Антоний Великий. 17. Возлюби более поклоны в молитве, нежели псалмопения. 17. Исаак Сирин. 18. Грешнику не должно оставлять молитвы из-за грехов своих, ибо если думаешь, что ныне недостоин приступить к Богу с молитвой, то когда будешь достоин? 18. Все согрешили и лишены славы Божьей. 18. Римлянам 3.23. 19. Недостоинство твое ничем тебе повредить не может. 19. Тихон Задонский. 20. Мать всех добродетелей молитва. 21. Она не только может очищать и питать, но просвещать и в состоянии сделать подобными солнцу искренне молящихся. 21. Нил Синайский. 21. Кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле слабее всех. 22. Когда я вижу, что кто-либо не любит молитву и не имеет к ней горячей ревностной любви, то мне уже ясно, что он не владеет в своей душе ничем благородным. 22. Великое благо молитва. 23. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от него немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом. 23. Иоанн Златоуст. 24. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение своих нервов, не горячи крови. 25. Напротив, содержи сердце в глубоком спокойствии, в которое оно приводится чувством покаяния. 26. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудиях к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. 26. Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача, с воспоминанием о смерти, о суде Божьем. 27. Действуй молитвой воодушевленной плача. 28. Такая молитва – пламенное оружие, попаляющее страсти, прогоняющее духов отверженных. 29. Игнатий Бринчанинов. 30. Страсти, как сказано, суть демоны и уходят от призывания этого имени Иисусова. 31. Варсонофий. 31. Кто чреват злобую, а молится Отче наш, тот призывает не Небесного Отца, а Преисподнего, который Сам есть лжец и делается Отцом лжи и греха. 32. Григорий Низкий. 33. Блаженого истину, кто прилепился мысленно к молитве Иисусовой, вызывая к Нему непрестанно в сердце. 34. Как воздух прилежит телам нашим, или пламя свечки, как солнце, проходя нам землею, производит день, 35. Так святое и достопоклоняемое имя Иисуса непрестанно, сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. 35. Исихий Иерусалимский. 36. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтирь. 36. Великая польза поучаться из псалтири и читать ее прилежно. 37. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как псалтирь. 38. Да, не неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной. 39. И если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. 39. Молитва за врагов умилостивляет Владыку. 40. Делаемся подобными Богу. 40. А если за друзей, то как мытари, ибо и они любят любящих их. 41. Молитва – воздух для души, противоядие против грехов. 41. Зимой большую часть ночи посвяти молитве. 42. Боясь, чтобы демоны не похитили ее, будем непрестанно молиться. 43. При потере и ущербе, повторяй, Бог дал, Бог и взял. Повторяй это и угодишь Богу. 44. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. 44. Исаак молился о неплодстве ревеки 20 лет. Мы же 20 дней не молились. 45. Я уже говорил, что многие, зевая, подтягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. 45. Многие просят Бога покарать врагов. 46. Итак, одним небрежением, а другие ревностью губят себя. 47. Учит дьявол и добивается своего. 48. Ударишь ли ты раба перед его господином, а ты бьешь раба господня перед ним. 49. Помни свои грехи, бичуй себя. 49. А ты, человек, и сам не слышал себя, о чем молился. 50. Молись часто, лежа в постели ни о чем не думаешь. 51. А здесь, на молитве, тысячи мыслей одолевают. 51. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. 52. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти, часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. 53. Молитва против врагов. 54. Уподобляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. 54. Молитва за врагов делает язык ангельский. 55. Не уступай первенства в молитве прочей твари, солнцу, птицам. 55. Встань раньше и прослай в Бога. 56. Предающийся сну потопляет свою ладью. 56. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. 57. Молитва святых имеет великую силу. 58. Если и мы содействуем им сами. 59. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. 59. Или я не зевал подобно нам. Иоанн Златоуст. Том 1. Страница 526. Том 2. Страница 327. 310. 354. 833. Том 3. Страница 42. 326. 368. 371. 469. Том 4. Страница 816. Том 5. Страница 11. 38. 59. 67. 239. 403. «Когда вы приходите являться предлицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» Порок Исаия 1.12. «Пастыри пасли самих себя». Порок Исаия 24.2. «Обманывали народ, допуская всех до таинств, без изменения жизни людей. И стало у них Словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, будучи уловлены». Порок Исаия 28.13. «За грехи хорестолюбия я гневался». Порок Исаия 57.17. «И чем более грешат люди, тем более идут покупать нечистые свечи. И выгодно священникам держать народ в грехах, и не допускать их до истинного покаяния, до истинного православного крещения. А мочить им лишь головы, обольщая всех благодатью». «Грехами народа моего кормятся они». Порок Исаия 4.8. Книга пророка Даниила 14. Патриарх должен уйти в затвор, как Патриарх Павел IV, подписавший юридические документы. Патриарх 760-84 годы. «Проказа съела дом Божий грехом». Левитам 14.44-48 стихи. «Разломать, закрыть его и начать с нуля». Эта едкая проказа захватила не только Российский дом, но и, что самое страшное, русскую православную церковь. Неверующие Библии, презирающие соборные каноны архиереи и священники, поражены духом обмерщения. «Кранут слова мои друг у друга» и Ремея 23.30 ссылаются не на Библию, но на греховный опыт своих предшественников. Макарий Александрийский. Память 19 января. «Видел пресс-фитера. Проказа съела его рот так, что виден был затылок. Макарий сказал ему, что исцеление возможно только в том случае, если священник не будет совершать литургии. Это же про наше время». Семен Стопник. Память 1 сентября. Обличил бесноватого священника, говоря, что бес зашел, вошел в него за то, что он невинных людей отлучал от причастия. Геннадий, патриарх, память 31 августа, доказывает, что ненаученный пресс-фитер не может лечить людей, вести к покаянию. Геннадий, патриарх, 31 августа, доказывает, что ненаученный пресс-фитер не может людей вести к спасению. Ставить священники раньше 30 лет категорически запрещено. А если такое уже случилось, должны немедленно быть извернуты из сана. Правила святых и богоносных отец наших дособлюдается и всем, дабы во пресс-фитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до увеченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30 лет крестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет да не поставляется. И по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. 6 Вселенский Собор, 14-15 правила Сегодня оставят таких в сан, кто и Библии не прочитал и не знаком с правилами соборов. Но сам он знаком безбожным властям, как аморфный к делу Божию, готовый на все нарушения угождать допустившим его к власти атеистам, а не Богу. 7 Трагедия русской церкви Все нужно начинать, как во дни Афанасия Александрийского, с домовой церкви, с покаяния и отречения от мира. Обмерщенная, как ныне церковь, будет скоро уже не агитпунктом КГБ, но служанкой Антихриста. Ибо по пророчеству православный патриарх должен венчать на царство всемирного диктатора Антихриста. Мерзость запустения на святом месте в рассвете. Цитата Имеющий уши слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, ей гряди в Господе Иисусе. Книга Откровений, 3 глава, 22 стих и 22 глава, 20 стих.